Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 328 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, решите уравнение. И даны 4 уравнения. В этом видео мы рассмотрим уравнение под буквой А и В, а в следующем под буквой В и Г. Итак, берем первое уравнение. Х плюс 4,15 равно 2 третьих плюс 2 пятых. Уравнения с дробями решаются аналогично, как и с цифрами. То есть мы видим, что у нас есть известные дроби 2 третьих плюс 2 пятых. И нужно найти их сумму в первую очередь. Здесь пока мы ничего не будем трогать, а здесь мы можем найти сумму наших дробей. Но у нас разные знаменатели. И как мы посмотрим в следующих уравнениях, там тоже дроби с разными знаменателями. То есть нам нужно с тобой уметь приводить дроби к общему знаменателю для того, чтобы выполнять эти действия. Или другими словами сказать, уметь находить сумму и разницу дробей с разными знаменателями. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Итак, там по пунктам я рассказываю, что нужно сделать, чтобы суммировать или найти разницу дробей с разными знаменателями. И первое, что нужно, это привести дроби к общему знаменателю. Итак, берем 3 и 5. Общий знаменатель у них 15. И это отлично нам подходит, потому что вот есть 15 у нас. То есть потом не нужно будет приводить еще раз к общему знаменателю. То есть мы находим наименьшее общее кратное наших чисел. Поскольку числа взаимно просты, 3 и 5 это простые числа, значит они взаимно простые. То наименьшим общим кратным будет их произведение. 3 на 5, 15. Ну что ж, давай это запишем. Для тех, кто... Это я сейчас по пунктам расписываю. Можно вот эту часть и не писать, уже сразу писать, сколько это будет равно. Так, дополнительные множители. Для первой дроби это 5, для второй дроби это 3. Умножаем. Давай запишем это еще раз. Предлагаю сразу под общую черту дроби 15. А в числителе у нас будет 10 плюс 6. Так, ну и в итоге мы получили уравнение х плюс 4, 15 равно 16, 15. Теперь, как мы решаем обычно, как мы находим неизвестное слагаемое. Нужно от суммы отнять известное слагаемое. Отнимаем. Х равно 16, 15, отнять 4, 15. Общий знаменатель есть, значит работаем только с числителем. 16, отнять 4, это 12. Х равно 12, 15. Мы видим, что это сократимая дробь. Ее можно сократить на 3. 12 разделить на 3, это 4. 15 разделить на 3, это 5. То есть в итоге мы получили 4 пятых. Теперь обязательно нужно сделать проверку. Подставляем наш ответ 4 пятых вместо х. То есть вот таким образом. И теперь считаем, получается у нас или не получается. Приводим дроби к общему знаменателю 15, как мы уже об этом говорили. Данную дробь нужно будет умножить на 3. И я сразу запишу это под общим знаменателем. А здесь уже мы приводили к общему знаменателю, то есть вот в такой форме. То есть здесь 4 на дополнительный множитель 3 плюс 4. Здесь я сразу запишу 15. 2 на дополнительный множитель 5, 2 на дополнительный множитель 3. Только я уже сразу записала общий знаменатель. В итоге у нас получается. С этой стороны у нас получается 16 пятнадцатых. И с этой стороны тоже мы уже считали. Ну и сейчас можем посчитать, что это получается 16 пятнадцатых. Значит, мы нашли ответ правильно, и уравнение под буквой А решено. Дальше переходим к заданию под буквой В. Записываем. В скобках 4,5 отнять х плюс 13,20 и 20 равно 25,30. Смотрим, что мы можем сделать. Ну, я предлагаю для начала вообще привести все к общему знаменателю, чтобы потом нам было проще с этим всем работать, потому что так вообще непонятно, что нужно делать. Да, для этого нужно найти наименьшее общее кратное чисел 5, 20 и 30. Какое есть наименьшее число, которое делится и на 30, и на 20, и на 5? Берем 30. 30 на 5 делится, но на 20 не делится. Удваиваем 30. 60. 60 делится на 5, делится на 20 и делится на 3. Значит, 60 будет наименьшим общим кратным. Дополнительные множители. Значит, для первой дроби 60 разделить на 5 – это 12, дополнительный множитель 12. Для второй 60 разделить на 20 – это 3, дополнительный множитель 3. Ну и здесь, как мы сказали, мы умножали на 2, то есть дополнительный множитель будет 2. И теперь все это подсчитываем и получаем 48,6 минус х плюс 39,6 и равно 50,6. Уже что-то вырисовывается, уже можно с этим работать. Так, теперь мы представляем, что вот эта скобка вся вместе – это неизвестная слагаемая, потому что у нас сумма здесь находится. То есть это все неизвестная слагаемая, это известная слагаемая и это сумма. Как найти неизвестное слагаемое? Нужно от суммы отнять известное слагаемое. Отнимаем общий знаменатель. Мы уже его привели, поэтому мы работаем с числителями. 50 отнять 39, будет 11,6. Итак, мы нашли вот такое у нас получилось уравнение. Теперь у нас неизвестно. Х сам по себе, вот это будет неизвестно. Как же найти нам х? Конечно, все просто. Нужно от уменьшаемое отнять разницу. И мы найдем наш х. То есть 48,6 отнять 11,6. 48 отнять 11, получается 37,6. Ну, теперь нужно проверить, правильно ли мы решили. Подставляем 37,6 вместо х. А все остальное переписываем так же, как нам было дано. Понятно, что нужно привести теперь все к знаменателю 60. Мы уже приводители, дополнительные множители для дробей знаем. И предлагаю сразу под общую черту дроби это делать. У 4, значит, у нас было 12, дополнительные множители. Здесь так и остается 37,6. Здесь на 3 и здесь на 2. Итак, получили. Теперь считаем. 4 на 12, 1 на 37 и плюс 39. Получается 50,6. 25 на 2 тоже 50,6. Значит, нашли мы правильно ответ. Вот и все. На этом задание А, Б мы решили. В и Гель смотри в следующем видео. Также переходи по ссылке в описании на наш сайт. И там ты можешь решить самостоятельно. Похожее проверочное задание. Но получишь за это баллы. Не просто так. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok